Девочка-пай 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 имеет вегетарианское питание. Ничего подобного. Даже аэрофлот при всей моей любви и патриотизме в Тюмень улететь невозможно. Я говорю, простите, а почему у вас? Я же в бизнес-классе лечу. Я говорю, слушайте, я же плачу 43 тысячи. Я отвечу, ну не я плачу, ну заканчиваю. Какая разница? 43 тысячи заплачу. А в Тюмени невозможно это сделать. Я говорю, что там травы нет? Ничего не растет? Я говорю, вы же мне скидку не делаете, правда? То есть очень большая проблема. Но монголы оказались лучше. Они мне принесли отдельно вареную картошку, отдельно вареную свеклу, отдельно вареный лук, отдельно, значит, вареную. И он стоит такой на меня красивый, стоит и улыбается. Я говорю, и чем мы совсем с этим делать будем? А у меня администратор на женщина-то кастрюлю говорит, так, сынок, а теперь возьми все это, размешай, масло оливково добавь, будет винегрет. Понял? Все, иди отсюда. И он, значит, в таком состоянии шоковым, значит, ну ничего, все, винегрет поеду. То есть там, там нет культуры вегетрианства вообще, потому что они, ну, висоеды. Хотя, допустим, когда мы были на приеме, президент, а у них, значит, естественно, самое классное и почтение гостю, это когда зарезают барана, это все перед тобой поставить. Значит, это вот, такое почтение. Ну, я понимаю, потому что это культура, я, значит, сижу, скажу, он мне перет этого барана, кусок мяса, и мне отдаёт. Представляете себе, президент как, а мне в этот протокол, там, мама родная. Вот, я говорю, знаете, я, спасибо большое, я вот попью молочка. А вы, нет? Я говорю, нет. Я говорю, нет. Он говорит, ну, хорошо, такой, берёте виски вне стакан. Наливает виски, говорит, ну, ему же надо выпить, ему же надо, чтобы, тогда мы всё хорошо, мы дружим. Я говорю, да вы, знаете, я говорю, вот беда-то какая, я говорю, я ещё и не пью. И его супруга говорит, а сколько вам лет? Я говорю, нож, какой металлурочный вопрос. Я говорю, сколько дадите? Она говорит, ну, лет 17. Я говорю, ой, спасибо большое вам за комплимент. Я говорю, мне немножко побольше. Она говорит, ой, ну, вот вы знаете, вот на самом деле я вам скажу, жить дольше будете и моложе выглядеть, на самом деле, это я вам говорю, как настоящий месоед. То есть она понимает, что, вот, ну, просто другого, там реально, там ничего не растёт. Там даже если винегрет, то он с колбасой, а если я пришла в ресторан и хочу вареников, то туда сало добавят. То есть, ну, вот, такие бывают иногда. Уддисты должны быть. Что-что? Уддисты должны быть, можно быть. Вы знаете, пока их найдёшь, сломаешься, да, на самом деле. Поэтому я просто, ну, это такая определённая аскеза, я же понимаю, что за счёт того, что это просто нет культуры, поэтому люди иногда не всегда это принимают вот так спокойно и свободно. А у вас и шубы нету, да? Вот вы знаете, есть маленькая моя беда. Это, наверное, самое основное, от чего мне тяжело всегда отказываться. Я очень мёрзну. И на самом деле, так как морозы у нас велики, и мы очень часто катаемся в режиме, я стараюсь от этого отказаться. Не могу сказать, есть, я не могу быть идеальна. И есть, конечно, привязанности у меня, допустим, такая, как обувь, сумки и шубы. Шубы у меня максимально, вот есть там две штуки, длинная, чтобы она совсем на холод, и короткая такая, чтобы если совсем не умереть. Но я и от этого стараюсь избавиться, потому что... Закаляться. Вот, на самом деле, да, со спортом я тоже тяжело, конечно, общаюсь, а вот что касается закаляться, так это... А можно вопрос? Конечно. Из вашей отлучицы какая ваша любимая песня? Очень тяжело всегда отвечать на этот вопрос, потому что, на самом деле, настоящий артист каждую песню проживает через себя, а русскую песню переживаешь через сердце, потому что, если вы не пропускаете это через душу, вам просто не поверят. Можно хорошо открывать рот. Очень много у нас вокалистов, которые шикарно поют, но в душе нет тепла. Поэтому я не могу сказать, что у меня есть какая-то любимая песня, они все для меня любимые, потому что я их сама выбираю, выбираю для чего-то. То есть я постоянно все-таки думаю о концертном выступлении и думаю, вот эта песня, наверное, вот в этот блок, а это для этого поколения, а это, может быть, для молодежи. Но я не могу сказать, что, наверное, может быть, если так совсем сильно придираться, может быть, казачьи какие-то романсы. Вот так вот. То, что пели казаки, потому что мне эта культура донская, она очень не близка. Да? Вот вы говорите, что вы патриот, и вы исполняете русские народные песни. И не только русские народные исполняющие, исполняют песни стран, народных мира. И я вот хотел вам задать такой философский вопрос, то, что как вы относитесь вообще к религиям, и у вас это мерить и связано? Ну, конечно, а как можно исполнять такую музыку, не веря во что-то светлое, не веря в Бога? Я вообще верующий человек. А какое это для тебя? Я православный человек, крещёный. Я очень много и часто интересуюсь йогой. Поэтому это такой вопрос для меня, наверное, очень, ну, скажем так, очень личный. И на самом деле я приветствую все конфессии, я приветствую все религии. Потому что, в принципе, во всех конфессиях и во всех религиях говорится приблизительно об одном и том же. Морально-этические принципы одни и те.